Девочки, всем огромный привет! Сегодняшнее свое видео я хочу посвятить своим новинкам в косметичке, две из которых я заказала с американской Sephora, Sephora.com, и в их приобретении мне помогла Оксана, Lady OSP, когда узнала, что я их хочу, но так как Sephora не шлет напрямую по Европе, поэтому она мне предложила, что она закажет на свой американский адрес, а потом уже вышлет мне в Эстонию, за что огромное спасибо. И другие две новинки я заказывала с сайта американской косметики americancosmetics.ru, и все ссылки я оставлю, конечно же, в описании, так что, если вам интересно, то оставайтесь со мной, и всем приятного просмотра! И сразу скажу о ее небольшом минусе, это сама упаковка, на первый взгляд она такая презентабельная, я люблю, когда на самих упаковках такой минимализм, написано название, больше ничего. Но в то же время она матовая такая, прорезиненная, и на ней остаются просто все следы, которые только можно оттенеть, если вы вдруг пользуетесь, либо если у вас еще вспотели руки, то это все остается, и приходится постоянно это оттирать. И достаточно сложно стереть эти отпечатки. Вот сейчас я ее протерла, но после того, как я закончу обзор этой палетки, я думаю, она будет опять себя в пят. Также очень приятно, что в наборе шла вот такая база кремового оттенка. Тени на ней сидят просто идеально, как эти, так и все остальные. Они не скатываются, она хорошо с ними сцепляется, и позволяет приносить макияж весь день. Это если у вас веки, ну, как, например, у меня такой средней жирности, то, в общем, мне этой базы хватает. И следующее, давайте уже перейдем непосредственно к самой палетке. После того, как вы ее откроете, здесь лежит такая защитная пленка, как часто это есть в палетках. В общем, ничего особенного. Что мне понравилось, это то, что палетка... А, сейчас скажу. Во-первых, очень часто слышу, что зеркало у нее какое-то не такое искажает. Девочки, на самом деле на зеркале здесь пленка, и если вы ее отлепите, то все будет в порядке. Здесь отличное зеркало, как и в других палетках. Так что не стоит на это грешить. Зеркало здесь преотличное. И еще мне нравится, что она открывается на... Как это сказать? На 360, наверное. Нет, или на 180 градусов. В общем, не знаю. Она открывается полностью, что удобно, когда... Если вы вдруг снимаете макияж на камеру, то очень удобно ее показывать. Там зеркало нигде не болтается. Можно ее взять, вот так сложить, и будет все нормально. Ну и теперь давайте непосредственно перейдем к самим теням. Что мне понравилось в этой палетке, это то, что вы получаете сразу и матовый полностью ряд, и также сатиновый с каким-то шиммером. В общем, тени в этом плане подобраны просто отлично. Очень часто эту палетку сравнивают с палеткой Naked. И в какой-то степени, даже, наверное, в большей степени я соглашусь, потому что здесь есть очень много похожих оттенков, как у меня, например, в палетке Naked 1. Это вот эти два оттенка, безусловно. Дальше вот этот оттенок там присутствует. Ну, в общем, я особо так не сравнивала. Я по памяти говорю, но все сравнивают. Поэтому... Можно, наверное, даже у кого-то посмотреть обзор двух палеток и сравнение. Что я хочу сказать? Кстати, если бы сейчас мне предложили выбрать между вот этой палеткой или две палетки Naked 1 и Naked 2, я бы, безусловно, выбрала вот эту палетку, потому что, покупая ее одну, вы получаете практически все оттенки, которые содержатся в тех двух палетках. Не знаю, как за третью, но в двух так точно. Поэтому, да, скорее всего, я бы выбрала эту палетку. И сейчас у меня есть в наличии Naked 1, но я ее не пользуюсь практически очень редко, потому что... Ну, даже не знаю, почему. Уже говорила много раз, не знаю, почему. Почему-то она меня не вдохновила. Но вот эта палетка мне очень нравится. И свой последний макияж с кошачьим глазом я делаю именно с этой палеткой, используя три оттенка. Вот этот, вот этот и вот этот. В общем, с ней вы можете создать как и дневной макияж, так и вечерний, так и что-то поинтереснее. Ну, а теперь давайте перейдем к оттенкам. Итак, первый оттенок, с которого я хочу начать, это White. Вот так он выглядит. Как вы видите, он абсолютно не меловой. Это тоже, на самом деле, находка, потому что обычно светлые матовые оттенки, белые в частности, очень-очень меловые. Обязательно сводчи поближе, я вам потом продемонстрирую. Следующий оттенок, это оттенок Cream. Отлично подходит для того, чтобы выровнять тон века. Отлично пигментирован. И хорошо отдает свой цвет. Следующий оттенок, это Тауповый. Отлично подходит для того, чтобы наносить его и в складку века, и растушевывать им какой-нибудь темный оттенок. Дальше идет оттенок с таким розоватым подтоном. Тоже отлично пигментирован. Дальше идет похожий оттенок, такой, как у меня в палетке Makeup Atelier. Такой грязно-розовый. Тоже мне очень нравится наносить его вторым после внешнего уголка. И следующий оттенок такой кирпично-коричневый, что ли. Хотя нет, на пальце он абсолютно такой темно-коричневый. Для внешнего уголка замечательно подойдет. Тени, конечно, очень хорошо пигментированы. У меня просто слов вообще нет. Дальше идет глубокий шоколадный такой оттенок Espresso. Тоже очень пигментирован. И следующий оттенок Black, но я бы сказала, что до Black он немножко не дотягивает. Это такой хороший темно-темно-серый оттенок. Мне кажется, до Black ему черноты какой-то не хватает. Он больше не серый, асфальтовый, что ли, напоминает. И вот так они выглядят на свочах. Я обязательно еще ближе потом покажу во всех подробностях. На самом деле, меня очень поразило качество матовых оттенков, потому что это достаточно сложно. Найти матовые оттенки, которые не были бы меловыми, которые были бы так хорошо пигментированы и настолько хорошо передавали свой цвет на века. Так что верхним отделом я очень довольна. И следующий ряд мой самый любимый. Здесь смешаны оттенки как сатиновые, так и шиммерные. Первые два оттенка очень сильно люблю использовать для дневного макияжа. Это оттенок Nude. Очень пигментированный. И также оттенок шампанского. Они, в принципе, где-то похожи, только вот этот, может быть, на полтона будет потемнее. Но, честно говоря, на веки особой разницы не видно. Следующий оттенок это Gold. Ну, прям золото-золото. Дальше это бронзовый оттенок. Хотя для бронзового, что-то он, наверное, слишком светлый. Но все равно он достаточно удачный, чтобы его использовать в макияже. Следующий оттенок, вот как раз-таки я его использовала для своего макияжа. И следующий оттенок вот такого медного цвета. Тоже отлично пигментирован. Далее идет оттенок Deep Purple. Очень мне нравится носить его во внешний уголок. И последний оттенок это такой вот серый, сатиновый. Так что, в целом, мнение по этой палетке я вам уже сказала. Если у вас вдруг есть какие-то вопросы, то обязательно пишите мне их в комментариях. Давайте о ней поговорим. Может быть, у вас есть какие-то сомнения, либо вы купили и наше мнение схоже. Обязательно, в общем, мне пишите. И следующее, что я бы вам хотела показать, это вот такой вот набор карандашей от Urban Decay из коллекции Охо Локо 2. Наверное, так читается. Сюда входила также точилка, которая, мне кажется, подходит исключительно только для этих карандашей, потому что другие карандаши я просто не смогла наточить. Она их ломает. Но вот эти она наточит просто превосходно. И, как я уже говорила, это очень стойкие карандаши. Я добавляю их на слизистую и также на нижнее веко для того, чтобы сделать какой-то акцент. Они нереально красиво украшают любой макияж. То есть, даже из самого повседневного макияжа они делают такой праздничный, веселый. В общем, все обращают внимание. По качеству я просто в безумном восторге. Я уже, не знаю, 2 или 3 видео говорила вам об этом, что мне они очень понравились. И сегодня я вам подробно покажу свотчи. И, возможно, вам понравится либо целый набор, либо какие-то отдельные карандаши можно заказать. Но на самом деле выгоднее покупать именно целый набор, потому что он обходится дешевле. Давайте начнем с моего самого любимого ряда. Это цветные оттенки. Первый оттенок Deep End. Я обязательно все названия и свотчи поближе оставлю, как обычно. Это такой изумрудный, бирюзовый оттенок даже. Не знаю. Ну, по мне так он бирюзовый. В общем, вот так он выглядит. Им я пользуюсь чаще всего. И я смешиваю его вот с этим оттенком, который называется ультрафиолет. Хотя, по мне так он больше какой-то в синий уходит, нежели чем в фиолетовый. Ну, не знаю. Вот так он выглядит. Тоже очень красивый оттенок. И когда вы их смешиваете, получается довольно интересный цвет. Далее идет оттенок, которым я пока что пользуюсь меньше всего. Это оттенок Tornado называется. Так, наверное, сюда буду. Здесь мне удобнее показывать. И выглядит он следующим образом. По качеству они все одинаково держатся. Они все хорошо. Дальше идет вот такой вот зеленый оттенок, который называется Mars. И сводча выглядит вот так. Карандаши очень мягкие. Не травмируют слизистую. Хорошо наносятся. Они подойдут как для стрелки верхнего века, так и для подводки нижнего века. И особенно для подводки слизистой. Ими можно создавать подложку для теней каких-нибудь. Так, и следующий ряд. Это были четыре оттенка. Здесь я пока чаще всего пользуюсь вот этим оттенком. Вот эти два, точнее вот эти три еще пока не особо использовала. Но черный оттенок, он такой ходовой. Естественно, его будет всегда меньше всего. Черный он есть. Черный вот так выглядит. Как видите, тоже очень хорошо пигментирован. Мягкий. Отлично наносится. Дальше идет серый оттенок. Это если вы не хотите делать, не хотите сильно акцентировать века, можно и серым оттенком на слизистую подвести. Будет не очень ярко, но в то же время оно будет подчеркнуто. Следующий оттенок идет коричневый. Вот такой. В нем присутствуют мелкие-мелкие блестки, в отличие от других оттенков. И последний оттенок, это более холодный, такой серо-коричневый. Тоже им отлично подводить нижний век, да все что угодно. В нем содержатся маленькие блестки, но они практически невинные. Так что я могу сказать, что однозначно я просто в восторге от этого набора. Очень рада, что у меня появился. И очень часто меня вы сами спрашиваете, чем я подвожу нижний век. Так вот, сейчас я в основном пользуюсь только вот этими карандашами для всех своих макияжей. И, конечно, если вдруг вам понравился какой-то один оттенок, то можно заказать и по отдельности. Но карандаш один стоит очень-очень дорого. И за все время я покупала себе отдельно. У меня был еще один черный карандаш, которым я очень часто пользовалась. Все мне нравилось. Но он быстро расходуется, потому что часто используется. Поэтому выгоднее покупать именно такими наборами, потому что за цену, точно говоря, я не помню сколько. Я обязательно ссылку оставлю снизу. Вы можете посмотреть. Вы получите 8 карандашей разных оттенков и также точилку в придачу. И следующая палетка, которая мне не оставила равнодушной. Тоже сайта Sephora я заказывала через Оксану. К сожалению, Sephora не шлет по Европе. Но я знаю, что польская Sephora шлет. Так что теперь я никого не буду мучить и сама буду заказывать. Конечно, когда я на сайте увидела, меня сразу привлекло ее оформление. И также, что каждые 4 цвета сделаны разными такими текстурами. Так она открывается на магнитиках, как палетки от Inglot. Или Inglot. Ну, вы знаете, я не могу сказать, что они прям суперского какого-то качества. Нет, у них тоже есть свои какие-то минусы. Где-то недостаточная пигментация, где-то осыпаются. Но все равно мне эта палетка безумно нравится. Особенно вот этот цвет. Опять же, прям у меня какой-то фанатизм. К этим вот бирюзовым, к изумрудным оттенкам. Очень мне нравится. Но они выгодно подчеркивают цвет глаз. Итак, наверное, начну я с этого ряда. Как раз-таки, где мой любимый оттенок. В этом оттенке, помимо того, что вы видите его, не знаю, как он у вас на камере. У меня это такой бирюзовый оттенок. У него есть фиолетовый отлив. Либо у него блестки такие, но, в общем, он отливает фиолетовым. На пальце он, конечно же, пигментирован. Потому что, в принципе, на палец все тени отлично набираются. Ну, потом я вам обязательно покажу, как он выглядит на самом слое. Да, здесь фиолетовые блестки. Не знаю, видно их или нет при дневном освещении. Дальше идет вот такой оттенок. Матовый синий. Неплохо. Пигментирован, но мог быть лучше. На пальце он еще остается. Следующий оттенок. Это такой серо-коричневый. Он абсолютно матовый. Не содержит никаких блесток. И можно спокойно подводить брови. Подводить, рисовать. Он не сильно так пигментирован. Так что для натурального эффекта как раз таки пойдет. И серый оттенок. Тоже неплохо. Он такой серо-фиолетовый, что ли. Как будто бы. Далее идет оттенок, который я тоже очень часто ищу. Это такой шоколадный, насыщенный, коричневый. Очень я люблю оформлять именно таким цветом внешний уголок глаза. Поэтому очень рада, что он здесь присутствует. Дальше идет такой нежно-сиреневый оттенок. Тоже неплохо пигментирован. Он сатиновый. Следующий оттенок. Вот этот я тоже уже использовала в макияже. Это очень-очень бледно-мятный, что ли. Но на светлой подложке он передается достаточно неплохо. Поэтому можно сделать какие-то мятные макияжи. Так он выглядит, наверное, практически белым на камеру. Тоже хорошо пигментирован. Очень мягкий оттенок. Точнее, очень мягкая текстура теней. Так. И дальше идет такой серовато-бежевый. Ну, ничего особенного. Он плохо переносится. Даже на руку. Его практически незаметно. Так что бесполезный, в общем-то, оттенок. И дальше идет такая четверка. Это тоже коричневый. Чуть менее насыщенный, чем предыдущий. Тоже можно спокойно брови оформлять им. Неплохо переносится. Так они выглядят все. Не знаю, сфокусирован там или нет. Но все равно потом покажу. Дальше идет хороший оттенок. Такой персиково-розовый. Хорошо пигментирован. Я бы сказала, даже очень так выглядит. Дальше идет такой оранжевый с большим количеством блесток. Тоже хорошо пигментирован. И на веко переносится неплохо. Очень похож на оттенок от Inglot. Такой оранжевый. У них тоже есть с блестками. Дальше идет обычный такой телесного, наверное, цвета оттенок. Которым тоже хорошо выравнивать тон веко. Немного желтоватый такой. И отлично пигментирован. На веко тоже переносится хорошо. Честно говоря, эта палетка количеством удачных цветов меня радует гораздо больше, чем палетка от Smashbox. И последний ряд, который у нас с вами остался. Это вот этот. Опять здесь такой коричневатый оттенок. Бронзовый. Так, уже даже некуда мне рисовать. Света много. Очень хорошо пигментирован. Вот он. Далее идет опять же серо-коричневатый такой оттенок. Но он отличается от предыдущих. Опять же, отлично им оформлять брови. Так что эта палетка еще получается многофункциональна. Дальше идет зеленый с блестками. Очень красивый оттенок. Безумно. Попробую как-нибудь сделать с ним макияж. Прямо, чтобы на все веко его нанести. Так, сейчас будет не видно мне. И вот такой вот бежевый тоже оттенок. Такой бежевый. Хаки что ли. Как будто бы. Ну, так себе обычный. Такой посредственный оттенок. Ну и в целом вот так они выглядят. Мне очень понравилась эта палетка. Поэтому я совершенно не жалею, что я ее купила. И обязательно буду использовать в каких-то макияже. Как вы заметили, что эта палетка универсальна тем, что помимо теней, для глаз вы получаете здесь еще и тени для бровей. Если вдруг вам надо. Здесь для всех цветов. И для блондинок можно. И для шатенок. И более для темненьких девушек. В общем. Так что очень я довольна этой палеткой. Субтитры сделал DimaTorzok